С чего началось ваше увлечение туризмом? Это было очень давно, это был 86-й год. Я занималась туризмом в школе в 27-й городе Орска. И у нас на базе школы проходили занятия. Потом нас привели на экскурсию на городскую станцию детского туризма. И вот на станции городской мы познакомились со своим руководителем Дубовым Владимиром Павловичем, который нам показал все прелести походной жизни и проявил любовь к путешествиям. Благодаря ему я осталась в туризме на долгие годы и сама теперь привлекаю детей к занятиям активным спортом. У человека должно быть заложена изначально любовь к познанию, к путешествиям, к экстремальным ситуациям. Для него это должно быть в радость, потому что отсев детей достаточно большой. Немногие могут выдержать условия природной среды. Поэтому у нас выдерживают детишки, занимаются очень много, им нравится заниматься. Но профессионально вырасти это единицы. Ну вообще воспитанников было за мою сознательную жизнь достаточно много. А те, которые какую-то часть времени продолжали заниматься профессионально, то есть они работали на станции детского туризма города Новотроицка, именно тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного образования по туризму. За последние годы можно отметить фамилии такие, как Марат Курман-Галеев, Антон Бородин, Чугунова Олеся, Познякова Екатерина. Но, видите, в образовании зарплата очень небольшая. И удержать молодых специалистов тяжело. Тяжело, поэтому, да, какой-то период времени их удерживает. Вот это вот наша, может быть, поддержка, может, тот дух авантюризма, который вот здесь присутствует, что это походы, это соревнования, это постоянные выезды. Но потом все-таки материальная сторона уводит их от нас, к сожалению. Но они поддерживают с нами отношения, то есть они приезжают к нам на слеты и помогают проводить уже просто как помощники. Как вы считаете, для того, чтобы детей сейчас увлечь туризмом, что необходимо? Поддержка государства. В первую очередь поддержка государства, потому что, когда я начинала заниматься, у нас был и транспорт, и продукты, и снаряжение. Да, мы какие-то деньги вкладывали, но это были не такие колоссальные деньги. А сейчас просто ребенку купить рюкзак, лыжи, чтобы сходить в лыжный поход, это большие деньги, очень проблематично. Без государственной поддержки туризм развивается, но очень тяжело. То есть ребенок хочет пойти в поход, но у него нет финансовой возможности. Вам больше всего какой вид туризма близко? Ну, большинство... Так-то владею всеми видами туризма, те, которые у нас на Оренбургской области проходят. То есть вело, водный, пеший, лыжный, горный, то, что у нас можно проводить. Но сама являюсь, максимально достигла уровня, это пешеходный и лыжный туризм. Потому что так сложилось. Плавать я не умею, и на воде мне в комфортных условиях единичка-двойка я прохожу. То есть тройка – это уже серьезные бурные пороги, которые надо преодолевать с определенной техникой. И это для меня очень сложно. То есть я просто панически боюсь воды. А пешеходный и лыжный вид – это когда две ноги, груз на себе, уверенность только в своих руках и ногах, и доходишь до конца маршрута. Ну и, наверное, все-таки нагрузка. На воде вот на руки больше нагрузка идет, там работать надо совсем другая специфика. А в лыжном и пешеходном они как-то сопоставимы. Ну, в горы еще ходим, потому что горные все-таки районы. Сложные походы, когда проходят, походы пятой, шестой категории сложности, приходится работать в труднодоступных районах. И там техника горного туризма есть, присутствует. Где за это время уже успели побывать? Какие походы вам больше всего запомнились? Я веду регистрацию своих походов. В этом году у меня 52-й спортивный поход официальный со справками. А чтобы получить звание заслуженного путешественника России, надо совершить 10 походов максимальной категории сложности. То есть я их совершила, достаточно сложно, но возможно. Звание есть, но, к сожалению, мне до сих пор не присвоен мастер спорта, потому что официально в 2006 году было приостановлено Министерством спорта Российской Федерации присвоение данных званий. И я в ожидании, когда же вернут, потому что норматив выполнен и по пешеходному туризму, и по лыжному. Была бы мастером спорта, но до сих пор у меня этих званий нет. Путешествий было достаточно много. Запоминается обычно самое сложное, легко как-то уходит. И самым сложным у нас был маршрут пятой категории сложности в 2010 году. Тункинские гольцы, это восточные саяны. Сложный поход. У нас была большая группа, у нас была травма в походе. То есть приходилось транспортировать пострадавшего два дня до вертолетной площадки. То есть это запомнилось надолго. Вообще часто экстремальные ситуации случаются? В природной среде сама природа предоставляет столько возможностей экстрима. Но в принципе те, кто занимается туризмом, они знают, как бороться, выживать в таких условиях. То есть разведение костра, когда нету ничего сухого, для нас это не проблема. Там высушить вещи в такую же непогоду тоже проблем не составляет. А экстрим с туризмом как-то разные слова вообще. То есть экстрим это на грани чего-то так сложного очень. А у нас просчитываем, мы все просчитываем, чтобы было безопасно. И безопасность у нас стоит на первом месте. Если случается какое-то ЧП, бывает такое. Но это значит, что-то произошло не так, как должно было произойти. Чем вам запомнился этот год? Где были, что видели? В этом году мы совершили лыжный поход. То есть из самых сложных мы прошли лыжный поход работниками станции детского туризма. Это был инструкторский семинар для нас, для руководителя. Потому что безопасность походов с детьми зависит от уровня нашей подготовки в первую очередь. Если мы не будем знать, как действовать в определенных условиях, это может привести к серьезным последствиям. Поэтому мы работниками станции детского туризма провели февраль в высокогорном районе Кузнецкого-Алла-Тау. Поход четвертой категории сложности. Высота самой высшей точки, это старая крепость, 2200. Прошли поход без ЧП и был зачет полностью всем участникам. То есть это самая дальняя точка, к которой мы ходили всем коллективам в станции детской туризмы. В сроки с 8 по 16 декабря прошли на базе Тюльгана поселка Ташла лыжный семинар руководителей и участников. Проводило это Министерство молодежной политики, спорта и туризма. Я являлась руководителем этого семинара. Были разосланы положения по всей территории Оренбургской области. У нас приняло участие в этом семинаре 28 человек. И мы на базе проводили поход первой категории сложности, то есть это для начинающих руководителей. Данный семинар был организован, где на практической и теоретической части мы научили людей, как заполняются маршрутные документы, из каких основных частей эти документы состоят. То есть это маршрутная книжка, медицинский допуск, страховка от несчастного случая. Все это в теоретическом блоке мы им дали. И практический блок, это мы на местности отрабатывали технику лыжного туризма. То есть мы учили людей переправляться по льду, подниматься различными видами подъема елочкой, лесенкой. И также спускаться со склонов, это плуг, полуплуг. С применением веревок мы не работали, потому что склоны у нас в Оренбургской области достаточно пологие. Ну а в теоретическом блоке мы показали, как применяются страховки в высокогорных районах. Рассмотрели действия участников в лавиноопасных ситуациях, оказание первой доврачебной помощи. Там же на семинаре проходили. Ну и замечательно прошло мероприятие. Какие у вас планы на будущее? Есть ли какие-то мечты? Где бы вам еще хотелось побывать? Я еще много где не была. И вот мы уже купили билеты. В следующем году билеты на руках. Мы летим на Камчатку. Чем вас привлекает туризм? Что вам дает спортивный туризм? Это дает все. А для чего? Мы по-другому жить не умеем. Мы больные люди, у нас диагноз. Если мы не путешествуем, значит, мы плохо спим. Значит, мы уже не можем находиться в четырех стенах. Свои тренировочные процессы мы проводим на открытой территории. То есть мы с детьми занимаемся на улице, ходим в походы выходного дня, выезжаем с ними на соревнованиях. И это происходит постоянно. Мы не можем жить дома. Это люди такие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова За порцией адреналина поклонникам экстремального туризма не обязательно ехать в горы Швейцарии. В городе Куванды Коренбургской области 30 лет назад был основан горнолыжный центр «Долина». Здесь не раз проводились всероссийские соревнования. На его базе работает детско-юношеская спортивная школа. Для горнолыжных трасс характерен перепад высот до 256 метров. Уже сегодня в долине действует несколько зон, в том числе для начинающих, опытных любителей скоростного спуска, а также для так называемого вольного катания и сноуборда. В Кувандыке период устойчивого снежного покрова наблюдается с декабря по апрель. Реконструкция горнолыжного центра позволит значительно модернизировать всю инфраструктуру Оренбургской Швейцарии, повысить качество туристических услуг, привлечь инвестиции в экономику области и создать новые рабочие места. Дальнейшее развитие горнолыжного комплекса «Долина» окажет влияние на оздоровление населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений. Особое внимание в рамках реализации бизнес-плана инвестиционного проекта будет уделено строительству нового горнолыжных трасс, сноуборд-парка, оснащению их подъемниками, системами оснежения и освещения. Жилой комплекс «Центр-Долина» будет включать в себя гостиничный центр на 580 мест. Развернутая инфраструктура питания позволит обслуживать более тысячи человек в день, а спортивно-развлекательные сооружения, как для зимней, так и для летней программ, смогут удовлетворить самые взыскательные требования туристов, предпочитающих активный отдых. В структуре комплекса запланирован весь необходимый объем хозяйственных построек. Ставятся задачи по развитию инженерной инфраструктуры, в том числе строительство и ремонт дорог, увеличение мощности водоснабжения, реконструкции газовых и электросети. В настоящее время выполнен и утвержден генеральный план развития горнолыжного центра «Долина». Оформлены земельные участки площадью 200 гектаров. Уже сейчас на объекте действует ряд зданий и сооружений. Привлекательным для поклонников экстремального туризма является доступность комплекса до транспортных объектов. Финансирование инвестиционного проекта будет производиться за счет средств федеральной и областных целевых программ. Туристический комплекс включен в число приоритетов стратегии социально-экономического развития Оренбургской области до 2020 и на период до 2030 года. Сметная стоимость проекта составляет 1 миллиард 700 миллионов рублей. Период реализации – 6 лет. Заказчиком проекта реконструкции и развития горнолыжного центра «Долина» выступает правительство Оренбургской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова